В эфире программа «В центре внимания». Вы в прямом эфире можете задавать свои вопросы по телефону 220-92-96. И сразу повторю свой вопрос, который звучал перед рекламой. Не во всех районах Приморского края есть интернет. Я думаю, вы с этим согласитесь, правильно? Роселеком довольно крупная компания. Вот скажите вам, что не под силу везде провести в нашем крае интернет, чтобы везде было хорошее, доступное качество? Есть в ваших словах истина. Действительно, у нас на сегодняшний день на территории Приморского края есть еще один райцентр, который пользуется услугами связи, но по достаточно, скажем так, некачественным, неэффективным каналам. Это Терней. И в этом году компания «Роселеком» наконец-таки закончит наш инвестиционный план. Мы доведем оптоволоконную линию связи до Тернея. Что же касается более мелких населенных пунктов ниже уровня райцентра, то здесь, конечно же, следует отметить, что у нас порядка, наверное, 50% населенных пунктов в целом не подключены к оптоволоконным линиям. Но здесь, скажем так, нам в руку и жителям края в том числе сыграла принятая на уровне правительства Российской Федерации программа устранения цифрового неравенства, в рамках которой компания «Роселеком», как государственная компания и единый поставщик услуг будет осуществлять подключение малых населенных пунктов численностью от 250 человек к оптоволоконным линиям. Скажите, а почему бывает вот так вот едешь? Вот недавно я буквально ехала с Раздольного в Хасанский район. Местами то есть, и то нет. Я пользователь Ростелекома. Что мешает? Собки, я не знаю, почему вот такая вот связь у нас получается нестабильная. Вы имеете в виду мобильную связь? Мобильная связь и связь интернета в том числе. Может быть, я что-то путаю, но как вот я вижу на своем гаджете, так и говорю. Ну, смотрите, я думаю, что вы говорите о получении услуг посредством сети мобильной связи. Здесь, конечно же, можно говорить о том, что есть и сложный рельеф, и какие-то, может быть, другие объективные сложности. Но в данном случае все зависит от какой-то конкретной ситуации. Наверное, надо смотреть по факту. Где конкретно вы были в своей дороге? По трассе ехала, никуда не зараживала. Да, у нас действительно есть, я думаю, те участки федеральных, даже, может быть, дорог не покрытых этой связью. Но есть какая-то вот лада современная технология, которая придет на смену, и чтобы было вот стабильное качество оказываемых услуг? Я не могу говорить о, скажем так, беспроводных системах связи, поскольку компания Ростелеком не занимается беспроводными решениями. Компания Ростелеком сейчас полностью сосредоточена на том, чтобы построить в рамках всей страны, и в частности в Приморском крае, новые качественные сети доступа клиентских, именно проводные. Так, например, в этом году мы строим во множестве городов Приморского края новые оптические сети. Это как города Владивосток, Уссури. Мне проще, скажите, как пользователю, что для меня вот эти сети, что они мне дадут? Если говорить простым языком, мы убираем старые технологии, которые основывались на медной инфраструктуре. А старые технологии – это что тогда еще проще? Ну, раньше фиксированные линии связи осуществлялись по медным сетям, и технологии, которые использовались на этих медных сетях, они имели достаточно ограниченные, скажем так, ограниченные возможности. Сейчас же мы прокладываем новые оптоволоконные линии, которые позволят существенно в десятки, в сотни раз повысить качество услуг. Это и скорость, и возможности мультимедийной нагрузки, и более качественные соединения устойчивые и так далее. А больше каналов будет у нас? Телевизионных? Те технологии, которые мы сегодня строим, например, в городе Владивостоке и в других городах края, позволят пропускать во многократный раз большее количество информации, чем это происходит сейчас. И не только это количество каналов будет там. Пропускная способность будет очень большая, и на десятки лет вперед потребность будет, в общем-то, удовлетворена. Ясно, у нас есть звонок в студию. Здравствуйте, и ваш вопрос? Здравствуйте. Да, здравствуйте, ваш вопрос. Меня зовут Ирина. Проживаем в поселке Трудовом поугольный. По улице Светлой вот провели телефон и дали заявочку на проведение интернета. И нам ответили, значит, отписались, смс-кой дежурной, что нет возможности провести интернет. Подскажите, пожалуйста, как вот нам получить эту услугу? Давайте я отвечу на ваш вопрос. К концу года подавляющее количество домов в поселке Трудовом будет покрыто новыми сетями. Ваша заявка, поскольку на сегодняшний момент имеет отрицательную техническую возможность, у нас сейчас она, скажем так, отложена в пул потенциальных заявок, и как только эта техническая возможность появится, наши специалисты выйдут на вас и поинтересуются, не пропало ли у вас желание получить качественный интернет от компании Ростелеком. Скажите, а вообще какая самая популярная у нас интернет-услуга считается в Приморском крае? Я хотел выточнить, что вы имеете в виду под интернет-услугой. Самая востребованная. Ну вот в данный момент Ростелеком. Что больше хотят? Там интернет или все-таки интерактивное телевидение установить? Смотрите, мне кажется, что на сегодняшний день наш клиент в первую очередь, портрет нашего клиента таков, что он хочет получить, скажем так, доступ к сети, с помощью которого он будет получать какие-то услуги. Ведь грани между телевидением и интернет-развлечением, они постепенно стираются. Точно так же, как интернет-сервисы приходят посредством сетей передачи данных в наши телевизоры, точно так же телевизионный контент уходит в интернет-сети, и мы смотрим это либо через онлайн-телевидение, либо через различные ютубы и другие видеоплееры и сервисы интернет. Мы даем новыми нашими системами, технологиями доступа, качественный доступ к сети передачи данных. И с помощью этого наши клиенты смогут получать как услуги интерактивного телевидения, так и услуги качественного высокоскоростного доступа к сети интернет. А как они будут использовать это? Это уже право нашего клиента. Будет ли он использовать доступ к сети интернет для получения информации, либо для какого-либо развлечения, либо для онлайн-игр, это его выбор, и мы его никаким образом не ограничиваем. Хорошо, у нас еще есть звонок в студию. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. У меня вот такой вопросик. Хотелось бы узнать. В связи с переключением данной новой сети будет переключаться и телефония, скажем, с его издостатива на NGS-технологии. NGS-технологии на сегодняшний день имеют там неудобства. Скажем, протоколы фактов очень плохо проходят, это все известно. Плюс конечное оборудование требует питания, что, соответственно, нанесет энергетические затраты, плюс пожаробезопасность, плюс, скажем, завести волокно в квартиру, это значит новые дырки просверлить. Вот мне интересует... Мне хотелось бы, чтобы меня убедили, почему я должен переключиться. Плюс себестоимость, айпи-телефония, она, естественно, ниже, чем его издостатива. Снижение абонентки оплаты, допустим, нет. Вот мне интересует, как же это так. Давайте я постараюсь ответить на Ваши вопросы в порядку. Что касается замены медной инфраструктуры на новую оптоволоконную. На самом деле, нашими специалистами работы проводятся таким образом, что замена захода в квартиру с медного кабеля на оптоволоконы происходит с минимальными потерями, в том числе и для Вас. С точки зрения предоставления сервисов, как услуги телефонии, так и услуги другие, мы способны передавать по нашим новым технологиям, извините. И никаких проблем в этом нет. Да, телефония остается. Почему стоимость услуг телефонии не изменяется? Я напомню, что услуги фиксированной телефонии являются услугой, которая регулируется государством. И тарифы, по которым наша компания предоставляет данную услугу, не назначаются нами. Соответственно, при замене технологий, хотя услуга остается, соответственно, и тариф тоже не меняется. Как только у компании Ростелеком появятся законодательные какие-то возможности вносить изменения в существующие тарифы, мы точно так же начнем включать их в нашу активную тарифную политику, точно так же, как мы это делаем со стоимостью услуг доступа к сети интернет, либо интерактивного телевидения, либо каких-либо других сервисов. Что же касается таких уже достаточно специфичных услуг, как, например, передача факсов по оптическим сетям. Если же у кого-то остается у вас, в частности, потребность использования фоксимильной аппараты по оптическим сетям, то есть программные средства, которые позволяют со стандартных аппаратов факс передавать их при помощи оптических сетей. В этом тоже нет ничего страшного. Но какие плюсы вы при этом получаете? Заменив медную инфраструктуру себя в квартире на оптическую, а вы на самом деле существенно повышаете возможность получения услуг. Например, если на старой технологии вы могли получать услугу на один телевизор интерактивного телевидения, то по новым оптическим сетям вы можете это делать на 10, 15, 20 телевизоров. Вы можете при этом получать качественный доступ к сети интернет, и у вас не будет искажений ни по скорости доступа, ни по качеству, ни по другим характеристикам услуги. Плюс ко всему, в целом для жилищно-коммунального хозяйства наша вот эта программа по замене медной инфраструктуры на оптическую принесет очень большую пользу. Ведь мы же будем демонтировать старые медные сети, которые визуально и в объемном выражении намного более массивны и эстетически непривлекательны по сравнению с новыми. Скажите, вот я просто, что касается замены этих сетей, то что-то будет опять копаться, перекладываться, или это воздушным путем, чтобы было более понятно нашим потребителям. Мы используем существующую кабельную канализацию, и заходы в дом мы согласовываем с управляющими компаниями, товарищами, собственниками, жильцов. Но все равно придется что-то опять рыть. Правильно я понимаю? Мы ничего не будем рыть, мы будем использовать существующую, уже построенную инфраструктуру. Никаких вскрытий, никаких там... Ну а где-то будет проходить все это волокно? По тем же самым трассам, по которым проходит сегодняшняя медная инфраструктура. Ясно. У нас еще и звонок в студию. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Вы в прямом эфире задавайте свой вопрос. Извините, а где вы живете? Угорка. Еще раз не расслышала. Угорка. Ну вот. Чуговский район, да? Да. Всего три программы. Да. Ну, давайте я вам постараюсь ответить по поводу конкретно села Угорка. Я постараюсь там разобраться. Если останется в студии телефон заявителя, мы свяжемся и объясним, в чем проблема. Что касается телевидения. Наверное, многие слышали, что сейчас реализуется проект по цифровому телевизионному эфирному вещанию в Приморском крае и Дальний Восток был в числе первых регионов в части реализации этого проекта. На сегодняшний момент в край, на большей его территории вещается 10 телевизионных каналов, так называемые первый мультифлекс в цифровом формате. То есть на... Из эфира, это не кабельное телевидение, чтобы не путали, из эфира вы можете получить на свой телевизионный приемник 10 телевизионных каналов в цифровом качестве, в цифровом формате. Для того, чтобы их смотреть, смотреть их с хорошим качеством и в принципе смотреть их, необходимо дооборудовать свой телевизор так называемой приставкой, которую можно купить. Не обязательно покупать новый, да? Не обязательно покупать новый телевизор, нужно купить приставочку, она не очень больших денег стоит, там в торговой сети она продается, и эта приставка позволит вам принимать на свой существующий телевизионный приемник те цифровые каналы, там порядка 10. Как правило, люди, покупая эту приставку, жалуются, что вот мы купили, а ничего увидеть не сможем. Для того, чтобы смотреть телевизионный канал, нужно еще, как правило, обратить внимание на телевизионную антенну, в случае которой вы принимаете сигналы. Требования к антенным устройствам при приеме аналоговых каналов, они достаточно простые и несложные. И, как правило, очень многие пользуются самодельными антеннами для того, чтобы принимать аналоговые каналы. С цифрой все по-другому. Но антену мощно надо в виде тарелки? Есть специализированные антенны, они тоже продаются в магазинах, там же, где приставки. Просто, когда вы покупаете приставочку, надо сразу же спросить у специалистов в магазине. То есть технологии меняются, в общем, надо, если это возможно, с телевизора поменять хотя бы антенну и купить приставку, правильно? И часто бывает, купив эту приставку и включив в нее эту приставку, старую антенну, сготовленную там своими руками, не всегда получается то качество, которое позволяет принимать и смотреть цифровые каналы. К сожалению, не все это понимают. Мы стараемся разъяснять это людям. И, как правило, там часть проблем, которые связаны с этим, при выезде на место выясняется, что у человека просто антенна не такая. Ее нужно поменять. Ну вот по уборке еще раз говорю, завтра разберусь, звоним все с человеком. Скажите, а эта приставка пойдет к старому телевизору, который еще у тебя еще? Она пойдет к абсолютно любому телевизору. Главное, чтобы у него были гнезда для подключения этой приставки. Это, как правило, простые гнезда, которым раньше подключали видеомагнитофон. Ясно, у нас еще звонок в студию. Здравствуйте, и ваш вопрос. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вопрос в студию непосредственно к руководителям. Меня интересуют вопросы, какие ориентировочные планы по поводу протяжки оптики в районе Бухты Тихо и, в частности, по улице Космонавта. Хотя бы ориентировочные сроки. Это какой район у нас? Бухты Тихо. Район Тихо. Да, Первомайский район. Город Владивосток. Значит, город Владивосток в ближайших, наверное, полтора года мы практически полностью закроем оптическими сетями, в том числе и, скажем так, малоэтажную застройку, это район Седанки, и в том числе и вами указанного района. Информацию о новых районах, которые будут подключаться к оптическим линиям, вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте Приморского филиала компании Ростелеком. Вот вы сейчас как раз говорите, что это волокно даст возможность не на одном телевизоре смотреть, да, много каналов. Хотя вот вы проводили в этом году акцию, где бесплатно давали возможность, да, посмотреть, как действует интерактивное телевидение. В том числе, вот я тоже воспользовалась вашей услугой, почему бесплатно не воспользоваться? Ну, как раз эта услуга была на один телевизор. Объясните, что это будет дальше платно и будет ли на все телевизоры интерактивное телевидение? Что мне для этого, как пользователю, необходимо сделать? Мы действительно таким образом пытаемся показать нашим пользователям, какие сервисы существуют в платной платформе. И с какой-то определенной периодичностью мы даем попробовать те или иные сервисы абсолютно бесплатно. Вот можно честно сказать, как пользователь у меня еще есть кабельное телевидение и вот как раз на один телевизор вашей интерактивной я поставила, потому что бесплатно. Разницы я пока не увидела. Там у меня, в принципе, больше 40 каналов и на вашем больше 40 каналов. И качество одно и то же. Вы знаете, я думаю, что если по качеству просто передаваемой картинки, я думаю, что и другие, я уверен, что и другие кабельные операторы, они предоставляют эту услугу достаточно в качестве, на цифровом формате. Мы же говорим о том, что мы не просто предоставляем качественное телевидение с большим количеством каналов. Мы действительно сегодня можем дать пакет каналов в свыше 300 по максимуму. Но, как показывает анализ существующего рынка, и мы пытаемся смотреть все-таки на несколько лет вперед, у нас с каждым днем все больше и больше возрастает количество людей, которым интересно не просто, скажем так, пассивное, ну, в хорошем смысле этого слова, пассивное просмотр бродкаста, но и каким-то образом управление, именно интерактивные возможности, которые может использовать человек во время этого просмотра. Это полностью управление не только каким-то контентом, который подгружается на телевизор, но и в том числе и того контента, который вещается в прямом эфире. Ясно. Спасибо большое. Время нашей программы подошло к концу. Сегодня мы говорили о IT-технологиях в Приморском крае. Это была программа «В Центре внимания». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова